Ребята со средней школы номер 5 и ученики 6-го лицея вышли вместе с сотрудницами-инспекторами ювенальной полиции на дороги города. Ребята, находясь в местах, установленных для беспрепятственного перехода автодорожного полотна, раздавали брошюры и буклеты, при этом объясняя правила пересечения дорог как детям, так и взрослым. Молодые подростки, хочу сказать вам, чтобы вы переходили дорогу внимательно, чтобы... Не ходили в наушниках, обращали внимание на знак светофора, и чтобы не бегали на дороге. За 9 месяцев текущего года на дорогах Акибастуза зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествия, 3 из них с летальным исходом. Еще порядка 200 пешеходов получили телесные повреждения разной степени тяжести. К слову, не во всех случаях дорожно-транспортных происшествий виноваты водители авто. По вине пешеходов, по состоянию за 9 месяцев текущего года совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, при которых 9 лиц получили телесные повреждения различной степени. Также сотрудниками роты дорожно-патрульной полиции в целях профилактики данных видов дорожно-транспортных происшествий на постоянной основе лица привлекаются к административной ответственности за нарушение статьи 615, то есть за пересечение проезжей части дороги в неустановленном месте, за что влечет административный штраф. В случае пересечения проезжей части к нарушителю применяется 615 статья Кодекса об административных правонарушениях. Наказание влечет за собой штраф в размере 5-месячных расчетных показателей. При оплате штрафа в течение 7-дневного срока от суммы платежа отнимается 50%. Дорожные полицейские в течение дня объезжают городские улицы. Через громкоговоритель предупреждают пешеходов о правилах поведения на дороге. Не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Большинство автовладельцев сетуют на то, что наказывая их, самих водителей, дорожные полицейские не обращают никакого внимания на пешеходов, переходящих улицу в неустановленных для этого местах. На сегодняшний день дорожным полицейским выявить нарушение правил дорожного движения и при этом иметь доказательства помогают безмолвные сотрудники ОВД. Камеры видеонаблюдения установлены практически на всех городских улицах. Пешеход-нарушитель может и не знать, что его фиксируют в видеооборудовании. Так что выход только один – не нарушать.